Привет! Сегодня на обзоре замечательный велосипед от компании Schultz. Это Drop Bar MTB Schultz Boys Don't Cry. Версия 2.0. Велосипед, над которым провели работу и он стал еще лучше. Давайте начинать. Я хотел бы начать с того, что вот эти три велосипеда в линейке компании, а именно Boys Don't Cry Wanderer и Lone Ranger, это три необычных велосипеда. По шкале необычности, самый обычный из них это Wanderer, более простой и понятный велосипед. Уже более необычный это вот этот Boys Don't Cry и Lone Ranger, это вот совсем уже необычный велосипед. Поэтому я считаю, к ним нужен особый подход. Если вы просто так не изучите и не поймете, зачем этот велосипед, для каких целей он предназначен, и подойдет ли он именно вам, и купите его, то можете очень сильно разочароваться. Что, кстати, и происходит с многими людьми, когда под роликами, в комментариях, на форумах они пишут, какие велосипеды Schultz плохие. А это означает именно одно, что человек не разобрался, зачем нужен этот велосипед, и не попал в него, а велосипед не попал в этого человека. И происходит вот такая вот реакция, когда человека начинает раздражать буквально все в этом велосипеде. Естественно, там напишет он и про этот Barand Shifter, и про покраску, и про плохую раму, и колеса они те. В общем, все будет не нравиться, все будет раздражать. И, напротив, если человек изучил, понял, что это за велосипед, для чего он нужен, купил его с определенной целью, то этот велосипед будет радовать владельца, что как раз мы и наблюдаем. У Schultz очень много пользователей, невероятное количество пользователей, и большинство из этих пользователей, это на самом деле довольные пользователи, люди, которые купили велосипед, вот изучив его и поняв, зачем он нужен. И теперь они ездят и кайфуют на нем. В общем-то, вот этот велосипед, как я уже сказал, по шкале необычности, он находится посредине ровно. То есть, это довольно необычный велосипед. Давайте продвигаться дальше, и вы поймете, почему. Весит этот велосипед в размере M без педалей 13,5 килограмм, и стоит он 64 тысячи рублей. Что с ценой? Цена вот на грани. Цена по-прежнему очень хорошая. До подорожания, напомню, он стоил 45 тысяч рублей, да, то есть, он примерно на 20 тысяч подорожал за это время. Но, в общем-то, вы должны понимать, что мировые тенденции таковы, что сейчас все подорожало очень сильно. Вот это подорожание на 20 тысяч у Шульца, на эту модель, это на самом деле совсем не сильное подорожание, потому что другие модели от других брендов, они подорожали вообще очень сильно. Сейчас все цены приближаются уже к 100 тысячам рублей. Вот велосипед самый обычный, самый начальный, там на дешевом оборудовании, стоит около 100 тысяч рублей, чуть-чуть меньше. То есть, вот этот Шульц со своей ценой 65, он, в общем-то, испытание ценой, я считаю, выдержал. 45 тысяч рублей там и 40, конечно же, он не может стоить, потому что, ну, это вообще смешно. Этот велосипед, на самом деле, вполне себе достойный. Очень приличный велосипед. И цена 65 тысяч рублей, вот если она еще немножко продержится, то я считаю, это просто суперская цена для такого велосипеда. Конкурентов у него за вот это оборудование плюс-минус, технические характеристики, которые он предлагает, практически нет. Еще хотел бы сказать очень важную вещь. Этот велосипед позиционируется компанией как Drop Bar MTB, то есть MTB с рулем бараном. И вот это слово MTB в названии может некоторых смутить. Все мы с вами привыкли кататься на обычных алюминиевых MTBхах с амортизационными вилками. И вот взяв этот велосипед, вы сразу почувствуете разницу, что он едет как-то по-другому. Как-то это значит более мягко, более спокойно, более расслабленно. Это связано именно с материалом рамы и вилки, потому что здесь стальная рама и вилка. Сталь это не алюминий, это более мягкий материал, поэтому вы сразу ощутите разницу. При том, что у них, у вашего старого MTBшки, да, и у этого велосипеда одинаковая геометрия. Вы подумаете, как же так? Совершенно одинаковые велосипеды по геометрии, а едут, ну, по-разному. Ну, вот потому что рама и вилка здесь другая. Сталь это не алюминий. Более спокойно, более мягко, более расслабленно он едет. Поэтому перед покупкой учитывайте это. Рама и вилка здесь стальные. Распространенный хромолебденовый сплав 4130. В отличие от предыдущей версии, появились две косынки для прочности углевого стакана на верхней и нижней трубе. Цвет и дизайн претерпели изменения. Теперь это другой цвет, другая шрифтовая работа. В общем, изменился дизайн. Дизайн изменился в лучшую сторону. Очень приятно, когда компания идет по этому пути, учитывает какие-то свои недосчеты и исправляет их. Я считаю, что в прошлой шрифтовая работа вот как минимум была не на самом высоком уровне. Были такие гигантские надписи на раме, цвета были подобраны так себе. Сами цвета были хорошие, но шрифтовая работа была не очень. В этой генерации велосипедов, мне кажется, все стало намного лучше. Надписи уменьшились, стали более спокойными, такими не кричащими. В общем-то, цвета тоже приятные. Прошлый цвет, он какой-то был такой синий-черный, хоть и с блестками, но, в общем-то, не знаю, мне он не очень заходил. Вот этот цвет, какой он там у нас, серо-коричневый, такой серенький какой-то. В общем, классный цвет. Этому велосипеду очень идет такой цвет. Внешняя проводка тросиков и очень много бонок. Порядка 20 бонок. Польшинство из них у нас на передней вилке. В общем-то, ну и остальные тоже там расположились на раме. Куча бонок сверху, снизу, сбоку, там везде, где хочешь, можно обвешаться с ног до головы. Что по зазорам? Зазоры классные, очень классные. Велосипед на 27,5 колесах. В стоке стоит 2,3 резина уже широкая. И еще есть зазоры. Можно, соответственно, поставить 29 колеса до 2,0 или 27 колеса до 2,6. Вот такие широченные колеса можно сюда вставить. В общем-то, естественно, этот велосипед у нас туристический, для бездорожья, для вот этого всего. Поэтому зазоры уже проектировали сразу под широкие колеса. В стоке стоят сейчас хорошие колеса. Можно поставить еще шире. С зазорами вы не будете испытывать вообще никаких проблем. Вырез для фиксации подсидельного штыря теперь обращен внутрь велосипеда. Это очень хорошо, потому что грязь, которая летит обычно с заднего колеса и попадает в подсидельную трубу и спускается ниже к каретке. Теперь этого не будет происходить. Если вы захотите поставить крылья на этот велосипед, вам будут доступны следующие опции по ширине резины. Без крыльев. Это у нас 700 на 50 или 27,5 на 2,6. И с крыльями, соответственно, 700 на 40 или 27,5 на 2,3. Как вот сейчас в стоке установлена в данной ширина резины. Велосипед у нас на осях. Передняя ось 15 на 100 и задняя ось 12 на 142. Вперед они поставили более широкую, более толстую ось для, естественно, когда велосипед будет нагружен, соответственно, для уверенности, для надежности. Оси. Очень-очень классно, что в этом велосипеде есть оси. Если вы никогда не катались на подобных велосипедах, которые оснащены осями, возьмите, протестируйте, попробуйте у кого-нибудь. Сразу ощутите разницу. Я обожаю велосипеды на осях, так как они более плотно, более собрано едут. В общем-то, оси этому велосипеду очень-очень идут. Каретка здесь Holotec 2 с закрытыми промподшипниками 73 мм. Система ProWheel. В этом велосипеде уже теперь система ProWheel. Передняя звезда несподайка на AeroWide на 34 зуба. Задняя кассета 1146 на 10 скоростей. Задний переключатель MicroShift AdventX с муфтой, то есть с фиксатором. Очень классный переключатель. Если вы на самом деле хотите что-то написать про Advent, про MicroShift, то не надо этого делать, потому что это классный переключатель. Единственное, у него отличие от Shimano, такое более четкое переключение. Более такое явное, слышимое. Вы слышите щелчок и вот оно. Ну, в Shimano более, не знаю, плавненькое переключение. Не знаю, как объяснить. В MicroShift он более такой четкий, более похож на срам. Руль вынос и подсидел алюминиевый. Подсидел двухболтовый, классный, для более точной регулировки. Руль различается на моделях 440, 460 и 480, соответственно, для S-ки, M-ки и L-ки. Руль классный, развернутый с флером. Большой флэр 30 градусов. Это значит, что у него вот такой вот разворот руля 30 градусов. Не 12, не 10, как у гравинчиков у некоторых. Тут прям вот такой конкретный бахнули разворот для хватов. Я на самом деле катался уже на таких рулях. Что-то в этом есть, я вам скажу. То есть, когда ты вот едешь и буквально руки немножко вот так вот сбрасываешь на дропы, да. И, в общем-то, это удобно, как мне кажется, для туризма на самом деле в городе. Я не сказал бы, что это удобно. Руль довольно широкий, прям конкретно широкий. Вот в модели L, которая вот сейчас рядом стоит, руль 480. Вместе с вот этим флером получается у тебя вообще широченный, широченный руль. Ну, просто я, наверное, не привык ездить на таких рулях. И поэтому, ну, для меня кажется, он широковат. Так, в общем-то, у него интересная форма. Он имеет сначала утончение, потом там шире идет. Очень классная обмотка, прорезиненная, крепкая, хорошая. Выносы тоже у нас разные на ростовках, соответственно, 50, 60 и 80. Соответственно, здесь вынос, ну, тоже чуть побольше вот в этой модели L. Седло в стоке на этом велосипеде установлено очень классно. Я хотел бы два слова про него сказать. Это седло вело, очень жесткое седло. На самом деле у него посередине есть такая ложбинка небольшая, то есть не сквозной вырез, а вот небольшая такая прорезь. И что очень классно, что это седло жесткое. Многие не понимают прелесть жестких седел. Вот это то, что нужно. Седло имеет очень какую-то хорошую форму, приятную на самом деле. И вот мне кажется, это седло, вот сколько я стоковых велосипедов уже не перепробовал. Вот эти седла вело, насколько они вот такие простые, да, смотрятся так неказистно. Но они на самом деле очень-очень удобны. Поэтому вот седло в этом велосипеде в стоке я хочу отдельно похвалить. Колеса в стоке на этом велосипеде установлены очень хорошие. Смотрите, это 27,5 колеса. Доступные для бескамерной установки обода. Они сейчас установлены с камерами, но доступна бескамерная установка. Все, что вам нужно купить, там ленту, ниппель, специальный герметик залить, и можно пользоваться. Покрышки у нас, соответственно, тоже подходят для бескамерной установки. Это втулки на промподшипниках. Хорошие втулочки. На самом деле классные оси, да, и втулки вот очень хорошие. 32 стальные спицы и резина. Это Continental Cross King. Теперь, в отличие от предыдущей версии, где была Race King. Соответственно, Cross King, она более зубастая. Шипы уже такие выраженные, да. Соответственно, создатели уже как бы намекают пользователю, что, дружок, купи этот велосипед и отправляйся не на асфальт. Отправляйся на конкретное бездорожье, потому что эта резина Cross King, ну, вы сразу, когда ее увидите, вы поймете, что она прям такая вот хардкор, да. То есть, на асфальте, сразу скажу, этот велосипед себя чувствует, ну, так себе, потому что очень крупные шипы. Ты, когда разгоняешься там выше 20 км в час, она сразу начинает шуметь, в общем-то, ну, накат так себе у этого велосипеда по асфальту. Вот по бездорожью, грязь, я не знаю, там, самые различные виды бездорожья. Этот велосипед будет себя чувствовать просто превосходно из-за этой резины. 27,5 колеса, ну, что сказать, сюда можно поставить по замыслу разработчиков, да, вообще широченную резину, там, 2,6, 2,7, соответственно, это будет уже, я не знаю, там, плюсовик полноценный, вот такие вот, вот, бескамерная установка, да, мы ее немножко приспускаем, и, не знаю, там, можем ехать вообще куда угодно, на какие угодно покрытия. Там покрытия, резина нам позволит, да, давление нам позволит, в общем-то, была такая вот задумка, мне кажется, от производителей, прогнать нас из города, да, и прогнать нас подальше туда, в труднодоступные места, в общем-то, приключения, бездорожье, грязь, и вот это вот все. Соответственно, колеса, еще раз говорю, очень классные в стоке на этом велосипеде. Тормоза на этом велосипеде Avid BB5. Сзади 160-й ротор, спереди 180-й. Тормоза, это такое узкое, такое слабое место этого велосипеда. Что в предыдущей версии, что в этой я заметил, тормозит этот велосипед очень посредственно. Конечно же, его можно затормозить, там, даже, может быть, колом, сцепившись в тормозные ручки, там, со всей дури их, там, схватив, он как-то остановится у вас. Но, в общем-то, мне кажется, компании следует поработать над этим. Да, я понимаю, что у него незапредельная цена, очень классная цена у этого велосипеда, и компоненты подобраны вот с таким расчетом, чтобы достичь какого-то компромисса, чтобы этот велосипед как-то нормально стоил и, в общем-то, имел какое-то качество. Практически во всех компонентах это удалось сделать. Но вот тормоза по-прежнему, как мне кажется, немножко похрамывают, да. То есть, это такое вот место, которое можно было бы компании обратить на это внимание и немножко улучшить торможение на этом велосипеде. Давайте поговорим про геометрию этого велосипеда. Дропбар МТБ, так он называется. МТБ здесь ключевое слово. Соотношение стека и рича 1,56. Это прокомфорт, расслабленная вертикальная посадка. Числа, которые могут обратить ваше внимание, это довольно необычный провискаретки, здесь небольшой 60, ну, потому что 27,5 колеса, если сделать его обычным, начнут шатуны уже чиркать об асфальт. Довольно длинная колесная база у этого велосипеда. Стандартные перья. В этой версии они немножко сделали острее угол рулевой, теперь он 69 градусов. Прибавили такого немножко перчика для рулежки. Ну, что еще? Конечно же, это МТБ, значит, более короткий стендовер и более короткая подсидельная труба. В остальном, это стандартная типичная геометрия про комфорт, про удобство, многодневные, многочасовые поездки на этой велосипеде без проблем. Путешествия, естественно, это его стихия, руль баран и вот МТБшная комфортная геометрия, все вместе, ну, позволит вам, в общем-то, без проблем на нем длительно-длительно путешествовать. Обязательно нужно сказать про баран шифтер. Это такой камень преткновения, деталь этого велосипеда, который уже сломали много копий. Люди бьются в жарких спорах и говорят, что как же так, зачем вы его сюда поставили. Конечно же, не стоит забывать, что компания не просто так сюда его поставила, а компания хотела сэкономить и оставить цену этого велосипеда, на самом деле, доступную и приятную. Вы знаете, что шоссейные, там, гравийные пистолеты, вот эти ручки переключения пистолета, да, так называемые, они стоят очень-очень дорого. Это вот значительная прибавка к цене. Компания без проблем могла бы сюда поставить ваши излюбленные, там, Jerry X или там SRAM, да что хотите сюда могли поставить, да. Но, соответственно, цена сразу бы там на 20, на 25 тысяч выросла и этот велосипед уже по цене приближался бы к 100 тысячам, что, я думаю, многих бы расстроило. Так, соответственно, здесь вот этот переключатель, в общем-то, визуально он, да, так смотрится необычно, свою работу он делает. Он переключает, да, он необычно. Вам заранее нужно думать о переключении, там, не знаю, подъезжая к какому-то месту, вы уже заранее должны представить там, что вы хотите и переключить. Еще один момент о коленке. Задевает ли он об коленку? Скажу вам так, у меня вот на тесте велосипед в размере L, я его и так, и сяк пытался коленкой достать, не получилось у меня. Я его пытался, не знаю, там и колено уже вперед, и, ну, специально, да, там, задеть, не получается у меня задеть его коленом. Только лишь, если вы будете вставать с велосипеда и специально вот прям колено вперед подвинете, можете задеть. В обычной эксплуатации колено вы об него не заденьте, на самом деле. Еще одна неочевидная деталь и плюс этого баренда. Когда у вас на руле будет размещена большая туристическая сумка, вот, на всю длину руля, до, соответственно, у вас будет затруднено уже переключение обычных, да, пистолетов, потому что вы будете упираться в сумку. Соответственно, этот баренд, который у нас, ну, в торце руля, он никак не будет мешать. В общем-то, вот такая вот маленькая-маленькая деталь, тоже должны они его знать. Давайте теперь мои впечатления об этом велосипеде. Сегодня у нас на обзоре версия 2.0, которая стала практически по всем параметрам лучше, реально лучше. Что по ходовым характеристикам? Он также классно, очень офигенно катит по бездорожью, по оффроуду. Намек от создателя, это вот эта резина Cross King, шипованная, зубастая, которая говорит о том, что создатели намекают нам, уйдите из города, уйдите от асфальта, да, поедите вот куда-то туда, где еще не ступала нога человека. В общем, там и знатно помесите грязь. Стихия этого велосипеда, это, конечно, оффроуд, это всяческие бездорожье и путешествия по различным покрытиям. Это он без проблем умеет, у него очень мягкая, комфортная геометрия, которая позволит вас там многодневные делать путешествия, многочасовые, вообще без проблем, вы не будете уставать, потому что рама и вилка у него стальная и большие широкие мягкие покрышки. Приспустив давление, в общем-то, вы как на диване поедете, там, не знаю, многие-многие часы на нем, обвешившись вашими сумочками, потому что здесь очень много бонок, очень широкие зазоры. Если вам, не знаю, мало этой ширины будет, можно еще даже вставить сюда шире, 27,5, там, 2,6, получив вообще плюсовик. Здесь новый руль классный, с хорошим флером, очень удобный стал он, да, новая система, новый переключатель, в общем, все понемножку здесь обновили, и это все, этому велосипеду очень идет. Он стал реально практически по всем параметрам лучше, но только тормоза, тормоза, да, так себе, можно было на самом деле бы их улучшить. Про баренд ничего не буду говорить, потому что это сразу бы означало сильное удержание велосипеда. То есть пистолеты у нас стоят дорого, да, компания могла бы их поставить, но это сразу там плюс 20 тысяч, 25 к цене, зачем это нужно. Цена у этого велосипеда очень классная, очень демократичная. Прямых конкурентов, как мне кажется, у этого велосипеда практически нет. Зарубежные аналоги подобные велосипеды будут стоить уже туда далеко, далеко за 100 тысяч рублей. Что мы имеем современный, классный, на осях велосипед с хорошим дизайном, на хороших колесах, комфортный для бездорожья. Асфальт, мне кажется, это не очень такое подходящее покрытие для этого велосипеда, хотя он, естественно, по асфальту провезет вас без проблем. Ну, если вы в городе будете много использовать, ну, нужно будет, наверное, заменить покрышки. В общем-то, на бездорожье он просто как рыба в воде себя чувствует. Если вы смотрите, там, подбираете какой-то себе такой вот велосипед, интересный, необычный, и у вас ограниченный бюджет, 64 тысячи рублей на сегодняшний день, это на самом деле небольшая сумма, то можете вот легко, мне кажется, я могу рекомендовать вам этот велосипед. Они, мне кажется, еще есть в Ростовках, да, в наличии там разные Ростовки. Поэтому обратите на него внимание, пока еще он стоит незапредельно, в версии 2.0. Будем ждать с нетерпением версию 3.0, там 4.0, я думаю, компания, естественно, идет по пути улучшений, что-то добавляет и улучшает постоянно, постоянно свои модели. Поэтому с нетерпением, да, ждем новой, там, какой-то регенерации вот этой модели Boys Don't Cry. Ну, в версии 2.0 она уже очень и очень неплоха. Были сегодня на канале 26-ое колесо. Больше велосипедов, больше путешествий. Всего хорошего. Пока. Продолжение следует...